Рыболовная насадка пшеница. Лучшая рыболовная насадка для ловли весенней плотвы. Одной из самых надежных и годных насадок для ловли на течении в реках весной на донке и фидер является вареная или запаренная пшеница. Правильная пшеница для рыбалки хорошо сидит на крючке, имеет ярко-коричневый цвет и привлекает рыбу. Но это все в теории, а как это делается на самом деле мы сейчас с вами выясним. Подписчики писали на пшеницу ты ловишь или нет. Ну вот сейчас купим пшеницу и поедем на плотву, будем ловить, запаривать на пшеницу. Объехав несколько рыболовных магазинов, нашел пшеницу только в рыболовном магазине Барракуда. Приехал домой, насыпал немного сахарку, грамм 100, взял пшеницу, высыпал в кастрюльку, налил туда воды и поставил на плиту. Как сказал мне опытный рыбак, что надо варить 2,5, а то и 3 часа. До этого пшеницу не замачивал. Говорят, что если замочить, тогда она быстрее сварится. Ну, время поджимало, поэтому решил не замачивать, а варить в сухом виде. Также много опытных рыбаков советуют не варить пшеницу в кастрюле, а запарить ее в термосе по такому же методу, как парить перловку для рыбалки. Насыпал я грамм 100 пшеницы в термос, залил все это дело кипятком и поставил, чтобы она запаривалась. Буквально через 2 часа проверил, пшеница еще была твердая. Прошло еще 2 часа, достал и пшеница уже была распарена, хорошо руками сжималась. В итоге 4 часа понадобилось, чтобы в термосе запарить 100 грамм пшеницы. Хотя много опытных рыбаков говорили, что пшеница должна запариваться всю ночь. Но в итоге, наверное, у меня был хороший термос, за 4 часа все получилось. Слил я с термоса пшеницу в друшлаг, все это дело процедил и высыпал в пластмассовую тару. А вот пшеница, которая варилась в кастрюле, прошло 2,5 часа и она все равно оставалась не той консистенции, которой надо. Была твердая и совсем не похожа на ту пшеницу, которая была запарена в термосе. Все совсем не то. Какая-то она слишком стала темная, не раскрывается и наоборот еще больше стала какая-то скукоженная и деревянная. В термосе запаривать гораздо лучше. 4 часа вам пораскрывалась мягенькая, хорошая пшеница стала. Так, друзья мои, выбрался я на реку. Сегодня у нас очередное рыболовное путешествие. Ну а как показала себя пшеница на рыбалке, вы узнаете завтра на канале Рыболовные приключения. Ну а сегодня предлагаю вам посмотреть на втором моем канале под названием Рыболовное путешествие, как я открывал фидерный сезон 2022. Ссылочка на видео будет в описании. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Кому понравилось, можете бахнуть лайк. И до скорых встреч. Не болейте, берегите себя и помните, с каналом Рыболовные приключения всегда клево. Пока-пока. Пока.